В Калязине продолжается благоустройство набережной Волги и спуска к колокольне Николаевского собора, который победил во всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в 2020 году. О том, что уже сделано, расскажет наш корреспондент. Сейчас на вот части улицы завершается прокладка инженерных сетей и укладка тротуарной плитки, к которой по проекту будут вымощены пешеходные дорожки и смотровая площадка на берегу Волги. Также здесь будет установлено уличное освещение, камеры видеонаблюдения. А недавно в Калязине с Твери привезли и установили на специальном бетонном постаменте бронзовый макет исторической части города до затопления. Отливка производилась по предоставленным чертежам. Это студия «Арктиз», которая хорошо это все подготовила, то есть совместно с ними. То есть мы подготовили макет изначально, который был у нас мастер-моделью, по которому уже в дальнейшем производилась отливка из бронзы, доработка, патинирование. Ну и, соответственно, сегодня итоговый результат, то есть это монтаж уже непосредственно здесь, в городе Калязин, на этой прекрасной набережной. Макет представляет собой рельеф местности с указанием объектов и улиц в Макарьевской, Никольской, Слободах и Свистушинской части города. Темным отмечены зоны, ушедшие под воду, более светлым те, что сохранились до наших дней. Ремонтные работы и хмурая ноябрьская погода не мешают туристическому сезону в Калязине. Индивидуальные путешественники и туристические группы продолжают пребывать в историческую часть города, чтобы увидеть Волжский разлив и колокольню Николаевского собора. Первый раз в Калязине. Просто захотелось попутешествовать, сменить обстановку. Заинтересовало именно ваше географическое расположение, наличие столько исторических мест. И нам вот захотелось приехать сегодня к вам. Надеемся, погуляем еще по всему вашему городу, посмотрим виды красивые. Работы по реставрации памятника близки к завершению, а благоустройство продолжится в следующем году. Планируется, что две части Калязина, набережная и спуск будут соединены в единый прогулочный пешеходный маршрут.